Всем привет! С вами снова уроки по химии. Мы продолжаем опять разбор органических соединений и сегодня мы рассмотрим с вами карбоновые кислоты, их классификацию, некоторые химические свойства и особенности строения. Почему только некоторые? Дело в том, что по карбоновым кислотам есть достаточно большое количество информации, поэтому этот выпуск будет разбит на две части. И сегодня, соответственно, будет первая и основная часть. Поговорим о том, что вообще такое карбоновые кислоты и что это за зверь. Карбоновые кислоты это соединения, в которых присутствует вот такая вот интересная группа, которая часто называется карбоксильной. Включает она в себя вот такую вот группу OH и карбонильный остаток из альдегидной истории. Что важно знать про эту группу с точки зрения строения каких-то физических свойств? То, что у нее есть ряд особенностей с точки зрения полярности. Для тех, кто знаком уже с такими понятиями, как индуктивный и мезомерный эффект, тут весьма интересная история. И кислород обладает повышенным мезомерным эффектом. Соответственно, индуктивный эффект здесь тоже от этого накладывается. Что еще нужно знать ко всему к этому? Нужно знать, что в принципе любая молекула любой карбоновой кислоты содержит в себе гидрофильную и гидрофобную часть. Напомню, гидрофильная часть – это часть, которая хорошо контактирует с водой и полярностью, а гидрофобная, которая плохо с ней, соответственно, взаимодействует. От слова «фил» любить и «фоб» бояться. Вот здесь, собственно, приведен пример молекулы, где мы видим, что сама по себе карбоксильная группа весьма гидрофильна, в то время как органический остаток чаще всего гидрофобен. Эта информация будет полезна для тех, кто в какой-то степени изучает поверхностные явления или дисперсные системы. Что нам дальше необходимо знать? Как и любая кислота, эта кислота способна диссоцировать в растворах. Или, если у нас идет речь про протонацию, то, соответственно, протонировать. Что важно понимать? Что все карбоновые кислоты без каких-либо дополнительных заместителей, дополнительных атомов строения или чем-то еще, являются весьма слабыми кислотами. Логарифм константы их диссоциации удержится где-то на уровне от 4 до 5,5. Зависит, естественно, от самой кислоты, от ее строения. Простой пример. Вот у нас есть уксусная кислота. Она диссоцируется образованием ацетат. Обратите внимание, в данном случае это конкретно будет ацетат. Если, к примеру, здесь был бы только один атом углерода, это назывался бы формиат. Если бы 3, назывался бы пропионат. Если бы 4, бутилат и так далее. Это к вопросу о номенклатуре. И, естественно, ион водорода. Ну или если мы рассматриваем конкретно водные растворы и с учетом протонации, то с образованием ионогидроксония. Поговорим еще немножко про название. Дело в том, что к карбоновым кислотам и к последующим различным другим органическим соединениям была придумана более, скажем так, удобная система их классификации. Она выглядит следующим образом. Это альфа, бета и гамма заместители. Конкретно речь идет именно про заместители чаще всего. Что из себя представляют эти буквы? Вот, к примеру, у нас есть пример бутановой кислоты, у которой есть 4 атома углерода всего суммарно. Причем обратите внимание, что нумерация вот этими буквами альфа, бета и гамма начинается только от второго, от карбоксильной группы. Сама карбоксильная группа в этом списке выпадает. И, к примеру, когда происходит замещение у первого атома, говорят альфа замещенный, у второго бета замещенный, у третьего гамма замещенный. В принципе, этот список можно продолжать, пока вы будете использовать весь греческий алфавит. Но, как правило, дальше гаммы и дельты не заходит речь. Теперь поговорим о кислотности. Тут есть два подхода, как можно легко и быстро рассматривать это все. Для начала я расскажу способ, который является наиболее часто использованным, и для тех, кто немножко больше понимает. Смотреть нужно по отрицательности индуктивного эффекта в молекуле, по сумме отрицательности индуктивного момента, и по сумме положительных мезомерных эффектов и их влияние друг на друга. Грубо говоря, чем более отрицательный суммарный индуктивный эффект в молекуле, тем больше, соответственно, она кислота. Чем более положительный мезомерный, тем, соответственно, тоже будет больше кислота. Теперь для тех, кто немножко не знаком с понятиями индуктивность и мезомерность. Смотреть можно следующим образом. Если, к примеру, у нас речь идет про одноосновную кислоту, а напомню, понятие основность говорит о том, что у нас имеется только одна кислотная группа, то есть, к примеру, вот уксусная кислота, ее способность к увеличению кислотности будет возрастать с тем, как будут возрастать электронно-акцепторные заместители. К примеру, появление хлора. То есть мы присоединили один хлор, стало более сильной кислотой, присоединили второй, стал еще более сильной кислотой, присоединили третий, стал еще более сильной кислотой. Но тут возникает резонный вопрос. А что если, к примеру, нужно выбрать между молекулами, у которых есть хлор присоединенный, но в двух разных местах? Возвращаясь к вот этому рисунку, где есть в положении альфа и бета. Так вот, запомните, всегда более сильной кислотой будет являться тот, который ближе присоединен к альфа положению. Если, к примеру, хлор стоит в бета и в гамма, то молекула, которая стоит в бета положении, будет более сильной кислотой, чем гамма. И, соответственно, если будет в альфа, она будет сильнее, чем бета. Что касательно того, если, к примеру, говорить про незамещенные кислоты, тут все тоже достаточно просто. Чем молекула будет больше, чем более сильный органический хвост у нее будет, тем, соответственно, меньше кислотой она будет являться. В первую очередь это связано с тем, что происходит перераспределение индуктивного эффекта на всю молекулу. И, соответственно, мезомерную, если там есть какие-то соответствующие связи для его перераспределения. Немножко поговорим еще про название солей. Соли крайне похоже называются, как и в неорганической химии, когда мы используем название солей от минеральных кислот. Добавляется окончание аты, то есть, к примеру, сульфаты, фосфаты, нитраты и так далее. Только тут у нас будет здесь уже от органики. К примеру, если соль будет образована от муравьиной кислоты, напомню, это кислота, у которой только один атом углерода, она будет называться формиат. Если образована от кислоты уксусной, у которой два атома углерода, она будет называться, соответственно, ацетат. Если от кислоты, у которой три атома углерода или от пропановой кислоты, то, соответственно, она будет называться пропионат и так далее. Ну и, соответственно, мы добавляем соответствующее название металла. Калия, натрия, байя, цезия, стронция и так далее. Что там у вас будет попадать? Теперь поговорим немножко про химические свойства. Как я уже говорил, любая карбоновая кислота проявляет свойства соответственной кислоты. И несмотря на то, что кислотами они являются не сильными, их кислотной способности достаточны для того, чтобы взаимодействовать и вытеснять металл из угольной кислоты. Простой пример. Любая карбоновая кислота плюс, к примеру, карбонат натрия, получаем соответствующую соль плюс СО2 в воду. Правило работает всегда. Другой пример. Например, так как это кислота, то, соответственно, она способна реагировать как с щелочами, так и гидроксидами, в том числе и амфотерными. Причем результат, в принципе, всегда будет один и тот же. У вас будет получаться некая соль. Единственное, нужно смотреть на вуалентность и степень окисления металла, который был в этом вашем гидроксиде. Ну и, соответственно, будет получаться вода. Другим примером, уже конкретно из области органики, это так называемые реакции этерификации или образования эфиров. В данном случае сложных эфиров. Выглядит это следующим образом. Есть некая кислота и есть некий спирт. Реакция проводится при небольшом нагревании и в присутствии обязательно протонных неких растворителей, желательно подкисленного раствора. Ионы водорода здесь нужны для активации реакции, потому что она происходит по механизму переактивации, так называемому нуклеофильному замещению. В последующем молекула спирта будет занимать положение и выбивать оттуда воду, в ходе чего будет она образовываться. Из нюансов этой реакции очень часто можно встретить вопрос, как сместить равновесие данной химической реакции. Здесь есть несколько пунктов. Помимо добавления конкретно исходных реагентов, нужно отводить воду. Дело в том, что сложные эфиры достаточно легко гидролизуются водой и вследствие этого разрушаются. Поэтому хотите получить много эфира, отгоняйте воду из системы. Итак, это был список очень маленьких свойств по карбоновым кислотам, но они больше всего ориентированы на школьную аудиторию. И как я уже говорил, видео будет разбито на две части. В следующей части я расскажу, как получаются амиды и нитрилы из карбоновых кислот, как получать различные кислородные ангидриды, а также хлоргендриды и различные другие соединения. Также расскажу про олифатические и ароматические более подробно карбоновые кислоты, а также поговорим про жирные кислоты, их омыление и применение в реальной промышленности и в вашей реальной жизни. Итак, это был урок по карбоновым кислотам. Мы узнали сегодня некоторую о них полезную информацию. Если у тебя остались вопросы или ты хочешь более глубоко изучить этот материал, под видео будет ссылка на наш сайт. Записывайся на уроки к репетиторам, они обязательно тебе помогут и все расскажут. Поставь лайк этому видео. Если остались вопросы или ты хотел бы какие-то пожелания высказать, напиши в комментарии, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Ну и конечно же подпишись на канал, если ты до сих пор еще не подписан. До следующих видео, всем пока!